Продолжение следует... С небольшим прогибанием назад, либо вообще, в последнее время я обратил внимание, вообще вертикально. То есть они получают такой чисто силовой подъем. Они подпрыгнули вверх, и дальше идет работа руками после подрыва. И когда наступает безопорный подсед, он очень ярко выражен. Если взять это пол... В безопорном подседе... У спортсмена очень сильно, ну, на большое расстояние отрываются стопы от пола. То есть получается, что... Получается, чисто визуально, можно сделать... Какое сравнение? Что спортсмен как бы подпрыгивает, либо подбрасывает штамгу вверх. То есть он выпрямляется, выполняет работу вверх. Либо под небольшим углом. Ну, тут небольшой процент. И сразу... И после полного выпрямления начинает резко падать вниз. Возникает безопорный подсед. За счет сгибания в ногах. За счет приводящих мышц. И вот это расстояние, чем оно больше, тем... Тем хуже, потому что спортсмен не взаимодействует с опорой. А, естественно, мы знаем, чем дольше нет взаимодействия с опорой, тем это хуже. Попросту спортсмен тратит время. У него происходит свободное падение. Больше никакие силы не участвуют в подъеме. Ну, немножко там, может быть, идет работа руками. И чем больше квалификация спортсмена, тем этот подъем меньше. Но он все равно выражен и заметен. При китайском способе подъема спортсмен значительно прогибается назад, выполняется, можно так сказать, более силовая работа. Он значительно прогибается назад. И здесь работу мы видели вверх-вниз идет. А тут работа идет под большим углом. То есть угол получается более значительный. И когда возникает безопорный подсед, он все равно присутствует. Хотя нам кажется, допустим, хотя нам кажется, что спортсмен просто встает на носочки и тут же садится. Если посмотреть на медленную съемку, то все равно безопорный подсед существует. Но там вообще он минимальный. Безопорный подсед получается минимальный. И в любом и в другом случае мы видим, что есть и рекордсмены, и чемпионы. Поэтому нет определенного решения, каким способом лучше поднимать. Есть отклонения от этих способов. Какой способ выбирать, это зависит от спортсмена. Потому что биомеханическая система, спортсмен-штанга, она очень сложная. Прежде всего, естественно, не тем, что именно штанга, а самой биомеханической системой, от которой зависит множество разных факторов, причин, от особенностей строения спортсмена, антропометрические данные. Какой вариант из этих лучше? Естественно, нет никакого в большей или меньшей степени, потому что и в одном, и в другом варианте есть мировые рекорды, и чемпионы, спортсмены. Прежде всего, какой вариант выбирать, с какой постановкой ног, как поднимать, это зависит от множества причин, и не только от какой-то приверженности к какому-то способу. Потому что нету определенной техники, модели, подъема штанги. Потому что мы все разные люди, по-разному устроены, и как вот существует множество походов у людей, когда мы со спины можем узнать своих друзей, товарищей. Также существует столько же способов подъемов штанги. Существует только определенные критерии, там траектория статистическая подъема штанги. А каким образом поднимать? И поднимают спортсмены, уже подгоняя под свою биосистему, которая зависит от множества факторов, от строения мышц, от их объема, быстрые или медленные волокна, от скоростных качеств спортсмена, да и еще от множества других причин. Причем вот при этой разношке спортсмен ставит ноги на ширине плеч. При китайском способе подъема ноги ставятся при чуть-чуть больше ширины плеч, либо практически широко. И во время подъема, так как здесь безопорного подседа получается по времени очень мало, они ставят чуть шире плеч, либо широко. Схематически. Это на старте, это в селе. Ну вот и все. Полностью. На всех этих примерах мы полностью рассмотрели особенности разножки при подъеме штанги в рывке и таким же способом, ну, такие же особенности и варианты при рассмотрении взятия штанги на грудь. И осталось рассмотреть разножку в толчке с груди и в швунге. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова